Петропавловск на праздники может остаться без мяса. Торговцы одного из рынков объявили за бастовку и убрали с прилавка всю свою продукцию. Поддержать готовы и представители других точек. Так предприниматели выражают протест против налоговых проверок. По словам бастующих, ревизоры нагрянули самый прибыльный месяц. Наргуль Ахметова выслушала обе стороны. Потому что все хронометражи делается только депутат. Мясо у нас есть, да, но выходить мы не будем. И вот так будет до тех пор, пока они не выполнят наши требования. Петропавловские торговцы объявили бойкот за пустыми прилавками. Предприниматели требуют приостановить налоговую проверку. Иначе грозятся в празднике оставить город без мяса. Наши требования такие, хотя бы пусть они свои проверки перенесут на январь. Когда торговли нету, когда мы стоим с мясом. Почему вы к нам лезете, почему вы нам не даете работать? С понедельника торговцы мясом работают под присмотром специалистов из налоговой. И так будет 30 дней. Это называется хронометраж. Сверяют доходы предпринимателей. Какой может быть хронометраж? Как можно с конца месяца, конец года высчитать и посчитать нам, сколько мы должны платить налогов? Почему вы не считаете те месяца, когда мы не работали? Когда мы мясо выкидывали зеленое? Лето. Не считали же его? Правильно? Почему пришли именно в декабре считать? У нас единственный месяц, когда мы можем что-то заработать. Выявилось занижение сумм доходов, отражающими самими налогоплательщиками. Это выявлено не только в ряде мясников, то, что мы на сегодняшний день вышли именно по мясникам. Это наблюдается по всему рынку. Идет снижение указания заработной платы, занижение. Соответственно, имеются факты выявлены без регистрации в налоговых органах таких налогоплательщиков. В результате проведенных мероприятий нами выявлено 20 налогоплательщиков, которые осуществляли деятельность без соответствующей регистрации. Отсутствие контрольно-кассовых машин выявлено 15 случаев. К концу рабочего дня некоторые торговцы все-таки вернули мясо на прилавки. Правда, каждый проданный килограмм фиксируют ревизоры. Налоговики хотят посчитать, сколько же все-таки денег проходит мимо них. По прогнозам, это как минимум половина. Если в 2012-м, когда предприниматели работали по разовым талонам, сбор местных налогов составил 170 миллионов тенге, то с переходом на патент поступления уменьшились вдвое. Нургуль Ахметова, Русан Алиев и Дмитрий Рура, Петропавловск.